Ну вот, давайте вот про что. Итак, как бы есть разные процессы сложились. С одной стороны, мы уже видим, что Зеленский, его режим, потому что по-другому нельзя сказать, потому что уже его полномочия закончились президентские, 20 мая стекли, и Верховный Совет уже дважды закончились полномочия. И когда они досрочно переизбрались, и по Конституции уже закончились, то есть надо выборы проводить. И Кабинет Министров нарушает Конституцию, потому что он должен был быть создан на базе большинства в Верховном Совете, этого большинства нет, и оно отсутствует. То есть в Украине полностью попраны все основы парламентаризма. То есть все вот эти вот вещи, про которые говорится, что там Стефанишина, что вот европейская интеграция, переговоры, кластеры, шмальстеры, это все болтовня. Реальность совершенно простая. В Украине существует военная клика узурпаторов, нарушившей Конституцию Украины и пользующейся все время незаконно антиконституционно продлеваемым военным положением. И постоянным усилением кровопролития и накручивания скорости, раскручивания этой кровавой карусели мясорубки. Вот в этом весь смысл. Если это все убрать, то практически окажется, что Украина в полной руине. Конечно, то, что они сделали режим Зеленского и Сирский, пошли в Курскую область, это было, конечно, мощнейшее решение по-любому, потому что они, по сути, изменили модель, геополитическую, военную, геоэкономическую модель столкновения. По-любому. Потому что они перенесли боевые действия. Украина открыла второй фронт, вторую мясорубку и перенесла ее на материковую территорию своего врага. Это колоссальное значение. Имеют просто тупые, на Западе тупые дуболомы, долбодятлы. И в Украине такие же, да и в России. Оказалось, что таких очень много на самом верху. Это принципиально поменяло захвата вот этих 1300 километров и там сколько там, больше 100 населенных пунктов взяли. Это и больше 200 тысяч, уже до 300, я думаю, тысяч жителей Курской области, бросивших свои постоянные места обитания. Это принципиально поменяло всю ситуацию введения, мировую, геополитическую даже, как бы, резонанс от этого столкновения. Теперь давайте подумаем. Ну, хорошо, вот оно, как бы, уже создалось что-то немножко другое. Да, там они атакуют под Покровском. Там даже могут взять в плен какое-то количество наших украинцев, воинов, потому что там много раненых, 300-х и так далее. Но уже того задора под Покровском тоже нет. Туда переброшены тоже бригады, их еще усилят, еще туда дадут оружие, новые пакеты. И все к тому идет, скорее всего, что там тоже будет остановлено наступление Путина. Как только под Покровском будет оно остановлено, Путин фактически ставят на шпагат, ну и Белоусова. То есть, у них их, ну, как бы, такие лучшие ударные контрактные силы обученные, они находятся на украинском фронте в Украине. Их, как бы, туда завели очень глубоко, аж за Донецк. В Курске у них нет таких сил. Ну, есть там вот эти же вот чеченцы. Еще раз говорю, если будут час беспилотных, что-то совсем плохо стали наши беспилотные войска работать, абсолютно. Как только туда назначили этот, я не знаю, кто Сирскому в ухо вдул, назначить этого начальника штаба туда, там все начало портиться, там началась деградация какая-то, конечно, его надо моментально убирать, он несет какое-то абсолютно что-то совсем не то. Видите, все, замолчали беспилотники наши, ничего уже не делают, были удар за ударом, все наращивали, а тут все сдулось. Как только этого гладкого туда назначили начальником штаба, а он же с собой привел корешей своих, это же понятное дело. Ну, посмотрим. То есть нужен удар по Грозному, сто процентов. По Дагестану, по Махачкале и по Грозному. Удар по Грозному хорошими попаданиями приведет к тому и просто ультиматум ставить. Ведь если вы не уберете своих дагестанцев и чеченцев и вообще кавказцев с украинской земли и вообще будете продолжать участвовать, мы будем наносить постоянные удары по вашим городам и в том числе по гражданским объектам. Кавказцы уйдерут отсюда сразу по полной программе, потому что они тогда, какой смысл им тут сидеть? Почему до сих пор не сделано? Ну, потому что умеров. Потому что умеров. Ворон ворону глаз не выклюет, правильно? Но я считаю, что могут нанести сейчас украинцы. Тогда это колоссально ослабит курскую группировку противника. Плюс, вот давайте подумаем, когда согласится Путин полностью идти на переговоры? Когда будет взята под контроль Курская атомная станция? Как только будет она взята так или иначе под контроль, Путин пойдет на открытые переговоры. Да, надо будет идти на уступки, но надо идти будет, а что делать? Понятно, что в НАТО нас не берут, в ЕС нас не берут, там вообще ничего делать, что мы там потеряли. Поэтому надо идти по модели Швейцарии и Австрии. Прекрасная модель. Вот, замечательная модель. Она на многие вещи тогда сразу как бы создает для нас, очень хорошие. Кстати, Ирландия тоже, если не ошибаюсь, не член НАТО. Кипер не член НАТО. То есть, Мальта не член НАТО, Исландия член НАТО. Поэтому, но не член ЕС. Поэтому тут есть разные возможности. Совершенно разные возможности. И, ну, понятное дело, что, ну, этот главный там, этот Алла-Чипов, или как там его этот чеченец заявил, что Украина пробивается к Курской атомной станции постепенно. Увеличивает поле своего действия. Сейчас придут новые бригады, парочку туда. И они пробьются к этому Люгову и тогда к этому Курчатову. Плюс идет захват этой группировки, которая прижата к Сейму. Опять уничтожены были вчера два понтона. Им переправляться практически они никак не могут. То есть, мы имеем ситуацию, когда, по сути, в Курской области ничего Путин сделать не может. Если сейчас будет удар по Брянской области, хотя бы три бригады зайдут туда. Ну, пятнадцать мало тысяч, надо хотя бы где-то двадцать-двадцать пять. То есть, пять бригад надо, чтобы зашло. Тогда, конечно, это будет серьезно. Это уже очень будет серьезно. И надо, конечно, наращивать удары по Белгороду. То есть, Белгород должен, фактически, его мает спиткатить доля Харькова. Потому что это должно быть зеркальное видображение ударов по Харькову. Это должны такие самые завдаватись удары по Белгороду. И это, конечно, серьезно. Чем образом создает проблемы для Путина и его КГБ-синдиката. Ну, вот я бы так вам охарактеризовал эту ситуацию. Хватит ли ума там у этих Зеленского и этих других камивояжеров, этого провинциального странствующего балагана Шапито? Ну, у них не хватит, а хватит тех, которые их советчиков, и консультантов, которые ими управляют. Это, естественно, Таласократы в Туманном Альбионе прежде всего. Кстати, сегодня 8-го прилетает в Лондон такая ситуация сложная. Блинкин. А потом где-то на днях туда же, в Вашингтон, к Байдену поедет этот Стармер, премьер Великобритания, ну, Соединенного Королевства. Это очень важно. Это очень важно. Кстати, республиканская партия посчитала, что этот Байден более 40,6% рабочего времени своего как президент находился все время в отпуске. Это при том, что в США официальный отпуск максимум там 11-13 дней дует. Представляете? А этот 40% времени находился. Ну, зачем же им такой президент? Плюс, конечно, там в Штатах, я вам сделаю, наверное, отдельное видео, там очень ухудшается ситуация. То есть, и Лондон, и США сейчас очень встревожены. Они не знают, что делать. У них очень как бы обострились проблемы. И свои внутренние. Плюс ситуация, конечно, Ближнего Востока. Это Израиль, Хамас. Сейчас Эрдоган призвал немедленно всем создать Исаламский альянс против Израиля. Это вообще беспрецедентное заявление. Что Хамас – это главный спаситель Турции. Это вообще бред, конечно, полный. Поэтому, ну, хотя с другой стороны, понятно, потому что Эрдоган – это принадлежит к братьям-мусульманам. И Хамас – это тоже братья-мусульманы. И режим в Катаре, где фашистская матка сидит к ублой, это тоже братья-мусульманы, чтобы вы понимали. Так как бы тут и кувейт – это братья-мусульмане. Поэтому тут как бы все и так как бы принцип Палишинеля, и так все известно. То есть сейчас практически у Зеленского, как бы для того, чтобы сохранить свой хоть каким-то, чтобы не уменьшить, быстро уменьшается их жизненный горизонт. Чтобы он совсем не пропал, у них сирским надо немедленно расширить Курский плацдарм, обязательно войти в Брянскую область и обязательно выйти на транс ульгова, чтобы быть возле Курчатова, чтобы можно было начинать Курчатов обстреливать. Если они это делают, то, конечно, они серьезнейшим образом меняют всю геополитическую, геовоенную ситуацию в войне, в мясорубке между Украиной и Россией. Смогут они сделать, не смогут, это другой вопрос. Но ситуация идет именно таким способом. Ну вот так бы я вам охарактеризовал сегодня происходящие события, их, так сказать, как бы стратегический ракурс, как он может развиваться. Потому что у Путина, да, ну что у него есть на фронте, ну там уже, ну еще какое-то силу, кладбище возьмет, ну еще потеряет полторы тысячи бойцов своих, контрактников. А где же их столько брать? Ну и что там этот Красноармейск Покровск, что он, да ничего не дает. Абсолютно бесперспективно. Ну на других участках фронта он вообще ничего сделать не может. Ну Волчанск, уничтожен Волчанск, ну уничтожили, ну и что дальше? Получили что-то? Нет, не получили. В Курской области закрепилась чужая армия, да, закрепилась. Рано или поздно это надо будет признать, что проигран кусок территории, да, надо признать. Сейчас будет расширение плацдарма? Да, будет. Двинуться на атомную станцию? Я полагаю, двинуться, потому что Зеленскому терять нечего. Ну все. То есть тогда что? Экономика, ничего не улучшается, цена на нефть падает. То есть где? 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 Где преимущества? Вокруг только если эстетическое управление брать, угрозы и вызовы, угрозы, вызовы и слабости. Угрозы, вызовы, слабости. А преимуществ никаких нет. Поэтому Путину надо создать себе преимущества и силу свою. Я объяснял как. Это надо, чтобы в Нарве поднялся русский мир в Эстонии. Все. И быстро туда ввести подразделение для поддержки русского мира. И тогда все. И сразу изменится кардинальнейшим образом ситуация. Сразу все поменяется. Многие вещи поменяются. Скажи так, мы же поддерживаем, мы просто поддерживаем. Вы поддерживаете Украину, а мы поддерживаем русских товарищей наших, соотечественников. Против которых эстонское правительство осуществляет неприкрытый геноцид. Можно так сделать, конечно.